Шалом, с вами Avialnerd, и как вы наверное уже смогли заметить, меня не было довольно таки долгое время. Я отсутствовал примерно приблизительно месяц. Это связано было с сессией, работой, а также сложной ситуацией с компьютером. Да, у меня Windows начал уже умирать, и мне было довольно сложно записывать игры, которые требовали хоть какое-то напряжение от компьютера. Но я всё равно выпускал время от времени что-то. Сегодня также выйдет ещё серия по Total Overdose, пятая серия, после чего будет долгий прерыв по ней, наверное, и тестовая запись Майнкрафта. Прошу не волноваться, что я перешёл на Майнкрафт, я всё так же остался твёрд в своих убеждениях, Майнкрафта я не буду регулярно снимать. Этот выпуск был сделан с Резериксом. Мы проверяли, насколько возрастёт количество просмотров от обычной среднестатистической количества людей, просмотревших видео, в сравнении с видео, где мы играем в Майнкрафт. Так что посмотрим. Я в следующем выпуске нет инфо обязательно расскажу, как тест прошёл. И так же хочу вас заверить, что с этого момента пока что не предвидится никаких больших промежутков без роликов. Сейчас будет выходить нестабильно и как минимум до начала сентября. В начале сентября возможно небольшой перерыв. Ну это максимум неделя будет. Но у меня есть некоторые планы по заранее записыванию количества роликов необходимых, чтобы пережить всевозможные паузы, перерывы в выпуске роликов. Так что я думаю, вас это не коснётся. И в этом выпуске я хочу поговорить о новом формате моего канала. Да, я долго об этом говорил, долго к этому шёл. И теперь я пришёл к стабильному выпуску роликов. Как я это собираюсь организовать? Я разбил неделю 7 частей. По дням, да. Я знаю как это звучит по-кэпски, но тем не менее это так. Вскоре я сделаю новый трейлер канала, где всё это будет более подробно и разжёвано. Но тут я хочу пояснить общие принципы, которые наверное вы все и так сможете понять. Впрочем, я в информацию о канале буду вывешивать расписание выхода серии. В общем, с понедельника по четверг будет выходить прожжение 4 игр. То есть, одна серия одного прохождения в один день. То есть, в понедельник одна игра, одна серия будет по одной игре. Во вторник уже по другой игре будет одна серия. В среду по третьей игре. И в четверг по четвёртой игре тоже одна серия. Пятница-суббота посвящается играм, где будет много серий. Или они меня реально заинтересовали. Мне хочется их побыстрее пройти, показать вам. Но в основном это будут такие, мастодонты. Большие проекты, которые стянутся на несколько десятков, а то и сотен серий. Я не знаю, смогу ли я выдержать эти несколько сотен серий. Но постараюсь ради вас. И если вам, конечно, будет интересно это смотреть, то я буду продолжать их записывать. Итак, мы приходим к тому, что первые четыре дня недели. В понедельник, вторник, среда, четверг одна серия по одной игре. В пятницу, в субботу две серии выходят. А может и четыре по две серии в день будет, я не знаю точно. Но скорее всего по одной, иногда по две. Но в эти два дня будет по одной игре. Я сейчас приведу примеры. А в воскресенье будет у меня всякие нертоинфо и прочие, прочие, прочие выпуски. Я буду конкурсы устраивать, выпускать ролики, которые... Те же стримы, да, я не забрасываю стримы. Будет у меня отдельная колонка. Наверное, я заведу все-таки группу ВКонтакте, где вы сможете задать свои вопросы. Я буду рассказывать о планах, выкладывать расписание стримов, так чтобы вы смогли посмотреть, если захотите. И в воскресенье буду выкладывать записи. И вообще все проекты, которые на неделе никак не могу выложить. Буду воскресенье заливать. Или бы, если у вас есть воскресенье, ничего не вышло, не волнуйтесь, значит у меня выходной. Да, мне необходимы выходные. Я тоже человек, так что давайте будем терпимы. Итак, что вас ждет в ближайший месяц-два? Скорее даже до сентября точно. Потому что я планирую записать много и сразу и потом заливать это. Так как у меня время ограничено. Но я буду прислушиваться к вашим пожеланиям. И если что, буду перезаписывать. Да, это будет трудно, но я справлюсь, я думаю. Итак, понедельник. Это будет большой перезапуск прогреждения Fable The Lost Chapters. Кто помнит, это одна из первых игр, с которых я начинал снимать летсплеи. И я решил ее перезапустить. Так как у меня и качество роликов было хуже, и комментарии были хуже, и я многое изменил в нем. Так что, надеюсь, вам понравится обновленный Fable. Да. Вторник. Vampire The Masquerade Bloodline. Тоже перезапуск. Но этого прогреждения вышло всего серии 5. Я, по-моему, наконец-то нашел, как исправить проблему с разрешением. И тоже хотел бы перезапустить, так как комментарии тогда желали гораздо лучшего. Надеюсь, вы оцените и вам понравится это. В среду буду завершать прогреждение I Am Alive. После того, как я его завершу, будет нечто новое, о чем вы узнаете в одном из следующих выпусков Нет.Инфо. А, скорее всего, в следующем выпуске, да. Четверг. Прогреждение I Am Alive 2. Но не просто, а с определенным модом. Cinematic Mod, по-моему, называется. Он улучшает графику и усложняет саму игру. Убивают быстро, противники сильные, живучие. Но картинка радует, и прямо заиграла новыми красками старенькая добрая Half-Life 2. А накануне анонса выхода третьей части, грех не пройти её. Тем более, Half-Life 2 не такая длинная игра, как многие думают. Но многие в неё не играли сейчас, неофиты, геймеры, скажем так. Так что буду для вас проходить её. И переходим к мастодонту, которым вы будете наслаждаться, я верю, долгие месяцы. Это Morrowind. Morrowind, да. Я раньше начинал проходить Oblivion, но я понял, что его слишком много на ютюбе. И конкуренция высокая, да. Да и вообще, Morrowind мне больше нравится, как сама игра. И что более важно, я в него играл меньше, чем в последующей части Тесса. The Elder Scrolls, я имею в виду серии, да. Но мне он больше понравился. К сожалению, я его давным-давно играл, и очень многое забыл. То есть, я с вами буду проходить его словно в первый раз. Поверьте, я почти что уже ничего не помню, но... Это не будет обычный дисплей. Я буду пытаться отыграть роль на двоих, как бы. Будет два персонажа. Я, Evil Nerd, и Банзао, или Банзао. Почему два имени, Банзао и Банзао, я расскажу в первой же серии. У меня уже написан сценарий к ней. Буду играть за Арганьянина. Кто играл в Моравин, понимает, насколько это будет интересно. Брасовые вопросы будут решены. Поставлены окон, всё. Выяснили отношения с имперсами, с дартами, с мерами всевозможными. Так что, я думаю, вам будет интересно. Напоследок хочу отметить, что музыкальный конкурс, как вы помните, где-то с месяца назад я начал этот конкурс, где нужно было выбрать песню. Отослать её в тему с конкурсом. Я потом сделал бы по этой песне ролик. И ролик, который набрал больше всего лайков, переходит в финал. Итак, трое финалистов у нас есть. И на этой неделе, то есть воскресенье, на следующей неделе воскресенье, да, я подведу итоги. Призёры будут награждены. И, возможно, объявлю о новом конкурсе. Но не обязательно. В общем, ждите, надейтесь. Я постараюсь не подвести и эту неделю выпускать ролики как надо. Но во вторник или понедельник, возможно, задержка выхода серии. Так что, возможно, выйдет серия либо по Fable, либо по Vampire the Mascarade Black Lion, во вторник, либо в среду. Соответственно. Это зависит от того, насколько затянется перестановка Windows. И насколько успешна она будет. В общем, на этом хочу с вами попрощаться. Вы замечательные зрители. Никто не отписывался. Вы смотрели. Появились несколько новых человек. Так что, надеюсь, мы продолжим. Знакомься с новичками. И напомню, что у меня уже больше 100 подписчиков. И я пытаюсь получить партнёрку. Так что, возможно, скоро вы сможете насладиться замечательными моими превьюшками. А не случайными кадрами из видео. На этом уж точно прощаюсь. Всем спасибо. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok